Высший земельный суд Мюнхена начал первый судебный процесс над участницей террористической организации исламского государства, ИК, которая была причастна к убийству 5-летней езидской девочки. Обвиняемая в убийстве 27-летняя гражданка Германии Дженнифер В., жившая в Нижней Саксонии, в 2014 году вместе с мужем Тахая, уехала в Ирак, где присоединилась к террористам ИК. По данным следствия, летом 2015 года, Дженнифер В. вместе с мужем за несколько сотен долларов купила 5-летнюю езидку, которую использовали в качестве рабыни. Когда ребенок заболел и от слабости начал мочиться на матрас, муж подсудимый решил наказать ее за это. На следующий день, он заковал девочку в цепи и выставил во двор, где она умерла под палящим солнцем от жажды и жары. Согласно обвинению, Дженнифер В. и ее муж не собирались спасти ребенка, они просто наблюдали за тем, как ребенок медленно умирает. В прошлом году обвиняемая вернулась в Германию и сразу же была арестована полицией города Мюнхена. Гражданка Германии может стать первой осужденной, причастной к жестокой кампании военных преступлений против езидов. Возможно, что этот судебный процесс положит начало международному преследованию террористов ИК, причастной к геноциду езидов. Лауреат Нобелевской премии мира Надия Мурат, сама пережившая порабощение и пытки со стороны боевиков ИК, назвала этот судебный процесс важным событием для всех оставшихся в живых езидов. Этот процесс важен для всех оставшихся в живых езидов. Все оставшиеся в живых, с которыми я встречалась и разговаривала, ждут того же самого, преследования виновных за преступления против езидов, включая женщин и детей. Так что это очень важный момент для меня и всего сообщества езидов, заявила Н.Мурат. Во время геноцида 2014 года в Шенгале террористами было похищено около 7 тысяч езидских женщин и детей. Женщин террористы использовали в качестве секс-рабыни подвергали сексуальному насилию, детей использовали в качестве боевиков-смертников, а младенцев продавали в приемные семьи. По некоторым оценкам, более трех тысяч женщин и детей все еще числятся без вести пропавшими. Продолжение следует...